Инспекция государственного жилищного надзора по Пермскому краю с начала этого года рассмотрела более 12 тысяч обращений от жителей региона. Итогом проверок стало возвращение миллионов рублей. Говоря точнее, в общей сумме жителей региона переплатили 7 миллионов 741 тысячу рублей за жилищно-коммунальные услуги. И это стало известно после вмешательства инспекции. Также за первое полугодие специалисты объявили более 240 предостережений управляющим организациям и провели свыше 100 профилактических визитов. Пять управляющих компаний в результате остались без лицензии. Возбуждено 460 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций и их руководителей, нарушавших требования жилищного законодательства. Сумма назначенных штрафов более 3 миллионов рублей. Если у вас есть вопросы по работе компании, которой вы платите за обслуживание общедомового имущества, считаете, что вы переплачиваете заводу, свет или тепло, обращайтесь в инспекцию государственного жилищного надзора. Обращение можно подать через портал Дом госуслуги, а также Почта России. Вопросы и предложения принимают по телефону 8 342 241 0902 и по адресу электронной почты info.sobako.ggn.permcry.ru Здравствуйте! Сегодня суббота, 20 июля. На основном городском телеканале Соль ТВ начинается программа «Новый взгляд. Итоги». В студии Евгения Константинова. И вот некоторые темы этого выпуска новостей. Соликамские врачи смогут приватизировать служебное жилье. Предлагается вернуть возможность приобретения служебных живых помещений в собственность. Когда в Соликамске появится модульный причал. Мы должны постараться сделать так, чтобы Соликамск победил в конкурсе «Малые города. Исторические поселения». Временно исполняющий полномочия главы проинспектировал ремонты на теплосетях. Это основная сейчас задача подготовить город к отрепетельному сезону. Новый дом на Клистовке начинает оживать. Туда заехали первые жильцы. Об этом более подробно смотрите прямо сейчас. Девятый пластик? Да, да, да. Все, будешь в школу двигать. Тут совсем недалеко. От нового места жительства до гимназии «Солнечная радуга» рукой подать. Долгожданного переезда семья Летяга ждала 8 лет. Тиро такая большая кухня. То есть эмоции вообще переполняет. Скажу так, вообще в душе прямо все так переполняет. И площадка такая. У нас там площадки нет. У нас дом был старый, гнилой, полы гнилые. Тут как бы все новое, свежее. То есть вообще как бы эмоции, скажем так, переполняет. Очень тяжело, конечно, нам жилось. И никак, ни в каких условиях, можно сказать, ни в воды. И постоянно то отопление у нас трубы старые тоже прорывало. Зимой бывало что месяц без отопления. Представляете? Но сейчас это все в прошлом. Квартира, в которой теперь живет Наталья с семьей, как и другие, выполнена под ключ с отделкой, установленной сантехникой и электрическими плитами. Во дворе детская площадка и обустроены парковочные места. Девятиэтажное здание появилось по улице Сельвинитовая, 14, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Возвел многоэтажку пермский застройщик Ярус Стандарт. Завершены внутренние работы, впереди благоустройство придомовой территории. Заказчик темпами и сроками строительства доволен. Подрядчик работает, темпы есть, никаких рисков по невыполнению работы, включения даже не будет. Вместе с будущими новоселами новостройку на Клистовке проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который подчеркнул, что регион – лидер среди субъектов страны, который расселяет жителей не только в рамках нацпроекта, но и по региональной программе. Это позволяет комплексно подходить к данному вопросу. Для этого используется не только вторичный фонд, но и строятся новые многоквартирные дома. Планируется, что до конца этого года ключи от новых квартир здесь получат 65 семей. Также в новое жилье переедут 16 детей-сирот. Добавим, Федерации поставлен план к 2030 году нарастить объемы жилищного строительства до полутора миллионов квадратных метров. Желает осуществление задуманного Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль-ТВ». Вот уже больше месяца к нам в редакцию почти ежедневно поступают обращения целикамцев с одними вопросами. Почему нет горячей воды? Когда все включат? Тема для лета жаркая и волнует всех без исключения. Исполняющий полномочия главы нашего округа также не обошел этот сезонный вопрос. Рабочий осмотр так называемых раскопок попал в объективы наших камер. Более подробно смотрите прямо сейчас. Такой неудобный участок, потому что подъем и спуски. Подрядчику приходится вот сейчас там даже спуск крутой, очень неудобно ему тут копать, но работы ведутся. Сколько человек сейчас на объекте работает? На объекте человек пять. Трудности при замене тепловых сетей, что у подрядчиков, что у теплоэнерго, хватает. Однако, по сообщениям директора муниципального предприятия Дениса Тонких, работы ведутся согласно графикам. Материальное обеспечение монтажных и демонтажных работ было поддержано бюджетом Пермского края. Чтобы подготовить Салькамск к отопительному сезону, предусмотрено более 150 миллионов рублей. Большая часть работ проводится в Боровске. Мы идем с опережением. Раскопки провели 95% и демонтировали, не демонтировали только те участки, где находится у нас дорога, чтобы общественный транспорт ходил. Благополучно тоже меняется. Уже поменяли 50% трубы. Идем частями, опрессовываем сразу же, чтобы потом не возвращаться. И опять для жителей сразу же делаем благоустройство, закапываем. Еще работа пошла в центре. От 4-й школы и до Саликамского шоссе тоже мы уже раскопать раскопали. Сейчас подрядчики согласовывают, чтобы тоже раньше времени отключить горячую воду. Примечательно, что в этот летний период во всех частях города проводится капитальный ремонт и реконструкция теплосетевого и теплоэнергетического оборудования. По этой причине отключение горячего водоснабжения проводится более чем на 14 дней. Работы на теплосетях под свой личный контроль взял исполняющий полномочия главы Саликамского городского округа Александр Русанов. На сегодняшний день меняем 2,5 километра сетей. Параллельно ведутся гидравлические испытания. И таких гидравлических испытаний, в принципе, город никогда не видел. Если говорить по аварийным ситуациям, в результатах гидравлических испытаний более 40 порывов только на прошлой неделе. Конечно, сети находятся в неудовлетворительном состоянии, но МОП «Теплоэнерго» достаточно оперативно устраняет. И как пройдут гидравлические испытания, мы перейдем к тепловым испытаниям. По словам главы, к отопительному сезону 2024-2025 необходимо обеспечить теплом 752 многоквартирных дома, включая дома, расположенные в сельских территориях, 169 зданий социальной сферы, в том числе 33 объекта в сфере здравоохранения. Ознакомиться с план-графиком отсутствия воды можно на сайте администрации Саликамского городского округа. Либо обращайтесь в «Теплоэнерго» по номеру, который на экране. Также вся необходимая информация должна размещаться на досках объявлений. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Сольдовая». Переходим к другим темам. На этой неделе три почтовых отделения в северной части Саликамска на период отпусков сотрудников меняют график работы. С 15 июля почтовые отделения 618-553 и 618-547, находящиеся по адресам Северная, 70 и Степана Разина, 41, будут работать со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, по субботам с 9 утра до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Воскресенье и понедельник выходные. С 16 июля на похожий график, но с перерывом с 13 до 15 часов, перейдет отделение 618-548, что на площади Ленина. Обслуживание населения в части приема коммунальных платежей и продажа товаров народного потребления, а также выплата пенсии и пособий будет производиться в полном объеме. Фонд капитального ремонта в Пермском крае запустил акцию «Лето без долгов». Так жители региона до 10 октября получают возможность оплатить долги по услуге капитальный ремонт без пени. Для участия в акции необходимо написать заявление установленного образца и отправить его рекоператору. Сделать это можно как на сайте, так и обычной почтой. Контактные данные на вашем экране. Далее прогноз погоды на завтра, после чего мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо, что остаетесь с нами и мы продолжаем. Мужья могут разрешить разводиться с женами во время беременности. А в Соликамске к началу учебного года обустроят 4 школьных двора. Прямо сейчас подробнее об этом и не только смотрите в нашем кратком обзоре новостей. В марте 2025 года водители при регистрации авто могут не брать с собой ОСАГО. Наличие или отсутствие страхового полиса не помешает поставить машину на госучет или совершать регистрационные действия при смене владельца. По желанию. В Госдуме предлагается разрешить мужьям подавать на развод во время беременности жены в случае, если ребенок не совместный. Соответствующие поправки предложено внести в одну из статьей Семейного кодекса. Сейчас же мужчинам запрещено разводиться во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Если поправки одобрят, они вступят в силу с 1 января 2025 года. Ударными темпами. Кладка внутренних стен, монтаж инженерных сетей, установка окон и витражей, проведение фасадных работ. Строительство детского реабилитационного центра в Перми ведется согласно план-графику. Напомним, в учреждении будут предоставлять социально-психологические услуги, социально-медицинские и другие. Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более полутора тысяч детей, в том числе раннего возраста. Все посчитано. За первое полугодие Управление Росреестра по Пермскому краю уточнило границы более 200 земельных участков, более 300 объектов капитального строительства. Исправлены реестровые ошибки в местоположении 187 земельных участков, а также сформированы 76 новых земельных участков в разных территориях региона. Лучшие дети. В Салькамске на территориях школ проводятся работы по благоустройству. Так, к началу учебного года преобразятся дворы образовательных организаций под номерами 17 и 15, а также коррекционный и городищенская школ. Приняли, отменили, поправили. Так, коротко можно описать ситуацию, которая происходила в Думе Салькамского городского округа вокруг положения о предоставлении служебных жилых помещений специализированно-жилищного фонда, находящегося в собственности. Предлагается вернуть возможность приобретения служебных жилых помещений в собственность. В 2020 году депутаты Думы Салькамского городского округа приняли решение отменить право на приватизацию служебного жилья. Однако, на момент одобрения положения у некоторых врачей уже подходил срок оформления квартиры в собственность. Но буква закона все аннулировала. Восстановить справедливость предложили члены нескольких депутатских комиссий. Парламентарии поддержали идею и власти разработали поправки. Полагаем, что принятие данного проекта восстановит права граждан, которые, заключая договор найма служебных жилых помещений, до этого момента все-таки рассчитывали на то, что эта норма будет действовать. И тем самым принятие проекта будет способствовать восстановлению прав указанной категории граждан. Как стало известно, нарушение жилищных прав подтверждено и судебными решениями Соликамского городского округа. В частности, по четырем врачам и одному педагогу отказ администрации предоставить служебное жилье в собственность признано незаконным. Однако, это не все специалисты, попавшие под изменение положения. Может появиться право на приобретение жилья. Это не значит, что оно у них уже сейчас есть. Таких договоров всего 15. По истительной записке они там все перечислены. Будем проверять по каждому, пофамильно, насколько он соответствует всем условиям. 26 июня парламентарии на очередном заседании Думы приняли решение вынести поправки в пункт 2-й решения Думы Соликамского городского округа от 30 сентября 2020 года. Извинив формулировку документа, у специалистов таким образом появляется возможность обрести свое жилье, но после тщательной проверки. Добавим, такое право не распространяется на людей, которые заселялись в служебное жилье после 2020 года. На какие меры соцподдержки могут рассчитывать врачи и педагоги, мы расскажем в наших следующих выпусках. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ. 26 июня на заседании правительства Пермского окрая под председательством губернатора Дмитрия Махунина рассматривали вопрос о новой форме поддержки семей участников СВО. И уже сегодня принимаются заявки от супруг участников специальной военной операции на получение единовременных выплат за рождение ребенка. Так, семьи, где дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря этого года, смогут получить 127 994 рубля. Оформить единовременную выплату можно при соблюдении ряда условий. К примеру, мать ребенка должна проживать на территории Пермского окрая на дату рождения ребенка. С отцом новорожденного участником СВО должен быть заключен брак. Чтобы подать документы, необходимо обратиться в социальную защиту населения, предоставив пакет документов. Контактные данные для получения информации на вашем экране. Также можно получить консультацию по телефону бесплатной горячей линии Центра социальных выплат Пермского окрая 8 800 302 83 89. И в завершении выпуска. В этом году в Пермском крае установят сразу два модульных причала, один из которых должен появиться в Соликамском округе. Более подробно смотрите прямо сейчас. С мая в краевой столице открыт сезон круизной навигации. По словам сотрудников музея-заповедника «Сользавод», впервые в этом году теплоходы будут заходить в Соликамск для посещения конторы «Сользавода». А для этого необходимо наличие удобного модульного причала. О том, на каком этапе идет строительство конструкции, нам рассказали в Соликамском управлении по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре. Заключен договор на изготовление причала и его монтаж и доставку сюда. Срок кончения договора это у нас 15 октября. Сейчас на заводе уже получен материал на изготовление данного причала. Уже изготавливаются первые модули, уже ездили туда, смотрели. То есть срок поставки его сюда, то есть доставка этого причала, это где-то, наверное, сентябрь месяц. Плюс его установка, ну, как я и сказал, уже до 15 октября мы должны это все сделать. На сегодняшний день в округе в связи с отсутствием причальной инфраструктуры нет возможности подхода туристических судов. О том, что в Соликамске в этом году появится причал, заявила еще в апреле этого года министр по туризму Пермского края Юлия Витошкина. Во время рабочей встречи с главой региона Дмитрием Махонином. Муниципалитеты, реализующие такие проекты, получают субсидии. Средства на них заложены в краевой бюджет. На развитие причальной инфраструктуры Соликамск получил 32 миллиона рублей из краевого и 4 миллиона рублей из местного бюджетов. Промеряли мы здесь, у нас самый низкий 4 метра получается. То есть для теплохода, да, мы здесь заходим. Да, 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 здесь прямо вот в низкий, когда уровень был, здесь замерили. У нас тут, в принципе, камах. Ну, тут у нас не камах, это волошка у нас, залив. Ну, залив, конечно. Так что здесь у нас все проходит. Решение вопроса, касающегося установки модульного причала к концу октября этого года, находится на личном контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Отметим, одна из ключевых целей развития туризма в округе – это увеличение турпотока на 4000 человек в год. А комплексный подход к развитию территории сользавода, как туристской, позволит достигнуть выполнения этой задачи. Напомню, что Соликамск победил в конкурсе и получил возможность устанавливать причальную инфраструктуру для туристических судов. Ну, а мы должны постараться сделать так, чтобы Соликамск победил в конкурсе «Малые города, исторические поселения» и получил возможность финансировать благоустройство набережной. Со своей стороны, задача Министерства культуры – ускорить проекты по ремонтам, по реставрации зданий деревянных, сользавода. И опять же, с помощью Федерального министерства культуры получить финансовую поддержку, что в ближайшие годы те объекты, которые сейчас уже из эксплуатации в силу своего состояния вышли, мы их снова вернули. Вот этот вот комплекс, который очень нравится нашим туристам, да и жителям Соликамска и Пермского края. Ну и, собственно говоря, чтобы завод развивался. Отметим, модульный причал Соликамский будет 48 метров в длину и иметь два трапа по 28 метров. Его конструкция позволит ему зимовать на месте, причал будет вмораживаться в лед. Вместе с соликамцами масштабного обновления любимого города ждут Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль-ТВ. Вот такой нам запомнится уходящая неделя. Ну а с вами в студии была Евгения Константинова за камерой Сергей Сюзев. Будьте Соль-ТВ и оставайтесь в курсе событий. Соль-ТВ 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 Продолжение следует...